Мистическое место, странные люди, поиски бессмертия. Все это характерно для Петербурга не меньше, чем для любого уважающего себя средневекового города. Правда, голем по ночам по улицам у нас не ходит. А вот грифоны, которые отражаются в окнах даже в темноте, между крыш летают. Если вам повезло их увидеть, загадывайте желание. Сбудется. Происхождение петербургские грифоны, согласно городской легенде, имели абсолютно рукотворное. И руки эти принадлежали алхимику Пелю, чья аптека до сих пор сохранилась в Петербурге. До революции она была роскошной. Здесь располагалась химическая лаборатория и квартиры Пеля и его сыновей. Они первыми в России стали использовать стеклянные ампулы для приготовления лекарств и даже изобрели спермен Пеля, тогдашний аналог Виагры. Вот кубок, который они получили за свое изобретение. Сохранившуюся во дворе дома старую трубу городская молва называет башней грифонов и верит, что именно в ней Пель в свободное время выводил странных мифологических существ с телом льва и головой орла или женщины. Ну, как повезет. Какую ртуть с каким пером нужно смешать, чтобы как в инкубаторе получить грифона, молва не уточняет, но, говорят, на то и легенда, что в никакой ясности. Наиболее впечатлительные летними петербургскими ночами не просто пытаются поймать в этих окнах отражение грифонов, но и собрать в этом дворе золотую пыль, которая сыпется с крыльев этих, будем украиня, чудовищ. Сказать, что жители этого дома измучены романтически тревожными ночными посетителями, это ничего не сказать. Ведут с ними беспощадный бой, но грифоны пока ведут в счете. Это неудивительно. Город щедро украшен фигурами этих существ, с каждой из которых кто-то связывает свои надежды на чудо. Нам в Петербурге без этого никак. Впрочем, в поисках счастья грифон не помощник. Задача этого крылатого чудовища – сторожить золото. От его крика все живое падает замертво, жухнет трава и вянут цветы. Но в Петербурге на зло исторической науке и здравом смысле верят в то, что если положить грифону руку в пасть, взяться за зуб и загадать желание, оно непременно сбудется. Если погладить грифону лапу, то в вашем доме поселится счастье, удача и благополучие. Если крыло, то ваша карьера пойдет резко вверх. Ну а если погладить грифона по голове, заглянув в этот момент в глаза сфинксу напротив, ждите невероятного чуда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова